В семи километрах от усадьбы Шереметьевых высоком находилась еще одна усадьба, названная по имени ее владелицы Александровская. Она принадлежала княжескому роду Лобановых ростовских, которые во второй четверти XIX века построили каменный усадебный дом. Чуть позже, во второй половине XIX века, к нему пристроили водонапорную башню с пожарной колончой, возвели два флигеля и служебные постройки. Для отдыха и прогулок были разбиты регулярные и пейзажные парки. В 1918 году усадьба была национализирована, ценности разграблены, здесь была устроена коммуна, а после войны с 1950 года в зданиях усадьбы действовал дом-отдых Александрино, который мог одновременно вмещать 400 человек. Он действовал полвека, практически до 2000-х годов. Если кто помнит, в Вязьму приезжал оранжевый пазик с надписью «Дом отдыха Александрино», который осуществлял трансфер от станции Вязьма до этого места. Дом отдыха Александрино состоял из главного корпуса и четырех спальных корпусов. Сколько коек располагалось в палатах я не знаю, но точно знаю, что удобства были на этаже. В этом здании был административный корпус. Вхожу в центральный вход усадьбы, такие большие залы. В главном корпусе располагалась столовая, библиотека, танцевальный зал и кинотеатр. Был тут и свой источник минеральной воды. Ходить по главному зданию бывшей усадьбы небезопасно. Есть риск, что что-нибудь свалится на голову или провалится под ногами. Променад до озера в темное время освещался фонарями. Система озер и прудов соединялась протоками и каналами. Это был своеобразный водный лабиринт, по которому катались на лодках. Ныне система прудов и проток обмелела и заросла. Так, от озера по тропинке иду к дому отдыха Александрину. Мосточек через какой-то ручелечек. От регулярного парка сохранились отдельные участки аллей и куртин. Пейзажный парк сильно зарос под леском. Некоторым деревьям здесь уже 200 лет. Вышел я к новому пятиэтажному корпусу дома отдыха Александрино, возведенному в начале 90-х годов. Скарабкался на балкон. Пойду посмотрю, что тут внутри. Такая планировалась комната с балконом. С санузлом, с туалетом. И коридор вот такой длинный. И у нас соответственно номера. Номера. В связи с распадом СССР отделочные работы не были завершены. И получился такой вот медострой. Номера предполагались одно и двухместные, со всеми удобствами и балконами. Напротив, в отдельном здании планировалась просторная столовая, киноконцертные и спортивные залы. Должно было быть два лифта и просторный холл. Да, сколько труда вложено и все брошено. Все зазря. Жалко. Ну и раз уж господин Володин и правительство России во главе с Мишустиным так рьяно взялись за восстановление усадеб Сычевского и Новодугинского районов, то можно надеяться, что и дом отдыха Александрино когда-нибудь восстановят. Тем более, вы сами видели, озеро здесь крутое, намного круче, чем в Дугино. Короче, если это все восстановить, отдыхать здесь будет кайфово. По развалинам лазил Алексей Афанасьев. Встретимся теперь уже в каком-нибудь другом месте. Редактор субтитров А.Семкин